Мы прерываем наш выпуск ради срочного сообщения. Сегодня, 18 марта, проводятся выборы президента России. Гражданам страны предстоит выбрать из восьми кандидатов главу государства на шестилетний срок. Всего в Люберцах 160 избирательных участков. Голосование сейчас идет полным ходом. Наша корреспондентка Мария Антонова следила за стартом голосования. Вот как это было. В день выборов президента Российской Федерации все избирательные участки начали свою работу ровно с восьми утра. И стоит отметить, что несмотря на такое раннее время, избиратели идут отдать свой голос за будущего президента. Напоминаю также, что сегодня проголосовать можно до 20.00. То есть те, кто не успел это сделать в первой половине дня, могут еще успеть и во второй. Всего в Люберецком округе 165 избирательных участков. Например, на участке номер 1454. Работа идет штатно. Здесь дежурят сотрудники правоохранительных органов и МЧС. Это наш гражданский долг. Каждый свою позицию как бы тут озвучивает получается. Нам доверяет государство, что мы выбрали руководителя своего. Я здесь живу сейчас временно. И здесь мой участок. Пришел сюда проголосовать. Изменения лучшие. Хорошо, если будет. Не будет так. И так неплохо. А хуже не будет, думаю. Как я уже отмечала, избиратели идут. И, например, отдать свой голос за одного из кандидатов в президенты. На избирательный участок 1454. Пришел Сергей Антонов. Председатель Совета депутатов городского округа Люберцы. И вот, что он говорит о сегодняшнем дне. Я уверен, что внутри души каждого гражданина, если вы можете назвать гражданином, да, гражданином, патриотом своей страны, есть ощущение не только тех прав, которые оговорены законом, да, но есть еще ощущение тех обязанностей, которые накладывают на него вот это слово гражданин. Обязанность делать все, работать, трудиться для процветания своей Родины. Обязанность защищать свою Родину в тяжелые года. Ну и, естественно, обязанность участвовать в выборах, потому что это как раз тот самый момент, когда мы можем определить наше будущее. Также сегодня на территории Люберецкого округа организован ряд мероприятий. На избирательных участках, помимо выборов будущего главы государства, идет голосование за благоустройство общественных территорий. Это проходит в рамках проекта «Комфортная городская среда». В Люберцах на голосовании вынесено 4 адреса, но выбрать из них можно только 2. Итоги голосования будут подводиться утвержденной счетной комиссии в срок до 25 марта 2018 года. Ну что ж, а мы продолжаем. Уже есть предварительные итоги явки избирателей. Наша корреспондентка Мария Лапочева прямо сейчас находится в территориальной избирательной комиссии округа. Передаю ей слово. Наталья, здравствуйте. Рядом со мной сейчас находится председатель территориальной избирательной комиссии Борис Борисович Новиков. Борис Борисович, доброе утро. Как ваше настроение сегодня? Доброе утро. Настроение у нас сегодня замечательное. Ровно в 8 утра у нас на территории городского округа Люберца открылись все 165 избирательных участков. Работа проходит у нас в штатном режиме. В городском округе Люберце 227 453 избирателя. Значит, на участке у нас также ведется видеонаблюдение. Каждый избиратель может выйти на сайт «Наш выбор 2018» и выбрать участок, посмотреть, как там проходит выборный процесс. У нас присутствуют на участках наблюдатели. Это как наблюдатели с правом совещательного голоса участковых избирательных комиссий, так и наблюдатели от наших кандидатов от политических партий, от общественных движений, от общественной палаты, от нашей Московской области. То есть у нас полностью скомплектован штат наших наблюдателей, которые смотрят, наблюдают, комментируют. Поэтому все у нас проходит в нормальном режиме, в штатном режиме. Избиратели потихонечку просыпаются, приходят на избирательные участки. У нас везде концертные программы, праздничная торговля организована на каждом участке. Поэтому ждем уважаемых люберчан на избирательных участках с 8 часов утра до 20.00 у нас открыты избирательные участки. Поэтому приглашаю наших уважаемых дорогих люберчан взять своих родственников, взять своих знакомых, коллег, близких, детей, потому что там интересно, там тоже весело. И прийти и принять участие в главных выборах нашей страны, выборах президента Российской Федерации. Спасибо большое. Спасибо, Борис Борисович. Ну, мы будем следить за развитием ситуации, обязательно сообщать вам все свежие данные. Наталья. Спасибо, Мария. Спасибо, Борис Борисович. Я хочу напомнить, что сегодня, в единый день голосования, корреспонденты ЛРТ будут вести репортажи с избирательных участков и прямые включения из территориальной избирательной комиссии. Следите за эфиром, ну а мы продолжаем программу «Итоги недели». Продолжение следует.